Десятое занятие по редактору Brackets. Мы продолжаем изучение быстрого редактирования, но уже в файлах стилей. Поэтому прямо сейчас откройте у себя, пожалуйста, файл main.css и мы продолжаем. Быстрое редактирование, как и в случае в HTML, оно здесь работает тоже только в определенных местах. Например, здесь оно работать не будет, здесь тоже, здесь тоже, тоже, тоже. Но зато оно замечательно работает при выборе цвета. Например, мы давайте здесь введем, вот опять-таки наш тег H2, введем здесь Ctrl-E и у нас появляется отличное окно с выбором цвета. Довольно продуманное и удобное. Итак, давайте мы сделаем здесь наш цвет потемнее. Так, ну сколько тут? Опаньки, 3.8, отлично смотрится. Дальше, ну то же самое, можно поменять и цвет границы, сделать ее посветлее, например. Видим, да, как это все дело работает. Также понимаются цвета и RGB, и RGBA, то есть с прозрачностью тоже, видите. То есть мы можем указать обычный цвет, можем указать цвет с прозрачностью. То есть, ну все это понимается в CSS третьем. И заодно в этом редакторе, видим, нам будет уже удобнее подбирать цвета. Далее. Где еще работает быстрое редактирование? Оно работает при создании анимации. Если кто не знает, то вся анимация в CSS, вот эти все функции, например, которые отвечают за стиль анимации, например, вот это из, это простая анимация, либо линье, линье, вот так вот, линье, это линейная анимация. Это все, она построена при помощи кубических кривых без Е. То есть мы можем указывать простые свойства, вот эти, которые уже заранее, так сказать, с заранее прописанным алгоритмом, либо указать какие-то свои. Но согласитесь, что указывать вот тут, как и что должно работать, не совсем понятно. И вот для этого я раньше использовал отдельный сайт, который позволял, так сказать, визуально подобрать кривые без Е. Но сейчас в этом редакторе мы можем это тоже сделать прямо из него. Например, я жму, выбираю функцию кривой без Е, нажимаю Ctrl-E, и здесь я могу уже ее выставлять, редактировать. Но кто знает, как пользоваться, тот поймет, что это действительно удобная штуковина. Так, в принципе, на этом все. Что еще я хотел заметить? Ладно, давайте переходить к следующему занятию. Там уже рассмотрим следующую тему.